Добрый день, любители радиоуправляемых моделей! Завершаем серию наших праздничных полетушек запуском не менее легендарной, хотя и послевоенной уже машины, истребителя МиГ-15. Это один из самых массовых реактивных истребителей первого поколения, да и вообще, наверное, один из самых массовых реактивных самолетов. Машины следующих поколений уже такими масштабами, такими партиями не выпускались. Это было начало реактивной авиации. Такие истребители еще ракетного вооружения не несли. Это не ракеты, это топливные баки, вернее их имитация. Но эта модель, она, в общем-то, повторяет в плане прожорливости своего прототипа. МиГ-15 тоже был. Гораз покушать, так что без баков далеко они летать не могли. Вот и у нас модель импеллерная. И летает она на аккумуляторе 1200 мА всего 3 минуты. Проверяем управление. Все нормально. Полный порядок. Ну что ж, стартуем. После взлета газ можно немножко прибрать. Сейчас посмотрю. Да, и нужно небольшое тренирование вправо. Да, ну это уже настоящая красная ракета. Реактивный самолет есть реактивный самолет. И скорость у него другая. И силуэт в воздухе. Так, ну вот все. Элероны оттренировал. Две минуты. Сейчас лечу чуть больше полугаза. Для того, чтобы держаться в воздухе, модели этого вполне хватает. Несмотря на то, что тяга импеллера падает более чем в два раза. И от 500 грамм на полных оборотах остается едва ли 200. Но, тем не менее, скорость самолет держит. А если есть скорость, значит он будет и нормально управляться. Со скоростными машинами уже возникает другая проблема. Сложно заходить на такие вот низкие, близкие проходы. Времени на реакцию остается мало. И если проморгаешь, то такой самолет достаточно легко может упасть. Вот в полгаза скорость. Не слабенько так, да? Ну, в принципе, в таком режиме мы должны пролетать минут пять. Вот давайте сегодня гонять импеллер на полных оборотах не будем. А попробуем растянуть время полета. Насколько хватит? Просто самому интересно. Три минуты подходят к концу. Если бы крутили пилотаж, если бы импеллер работал на больших оборотах, сейчас модель бы уже наверняка выдыхалась. Три, два, один, таймер один, дымер вышла. Ну, в полгаза мы еще летаем. Запас тяги есть. Все. Нет, все-таки три минуты. Это его предел. Так, ну вот, аккумулятор снова теплый. Ну, хотя, конечно, до такого состояния, до распухания мы его сегодня не довели. Ну, импеллер штука прожорливая. Если на сто процентов газа он эту батарейку съедает за две минуты, то, ну, с учетом того, что регулировал модель, ну, можно сказать, что в среднем летали где-то процентов на 70 газа. Три минуты для батарейки 1200 миллиампер, и импеллер ее съедает. Вот, самый большой недостаток импеллерных моделей в том, что они прожорливые. Ну, как я и говорил, самолет повторяет особенности своего прототипа, и первые реактивные двигатели тоже при относительно малой тяге славились высоким потреблением топлива. Тут ничего не поделаешь. Это оплата за скорость. Но зато в воздухе уже практически настоящий реактивный самолет. Скорость совсем другая по сравнению с винтовыми моделями. Звук совсем другой. Силуэт тоже заметно отличается. И такие довольно прожорливые самолеты, летающие в малое время, они тоже имеют свою нишу. Многим нравится именно их стремительный полет. Красивым полетом, красивой моделью мы завершаем наш праздничный марафон. Праздничные политушки. Кому понравился МиГ-15 в воздухе, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. И ждем уже машину второго поколения. МиГ-21, который мы планируем собирать этой осенью. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. И ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...